Встреча с талантливыми студентами, школьниками, педагогами и наставниками в преддверии Татьяниного дня проходит не первый год и стала почти традицией. В этот раз в качестве площадки выбрали образовательный центр «Сириус», который создали по инициативе Владимира Путина, чтобы как можно раньше выявлять, развивать и всячески поддерживать одаренных детей. Ведь именно они – опора государства и как никто другой способны генерировать идеи, отметил Владимир Путин в своей вступительной речи. Поговорить на темы, которые вас волнуют, в надежде на то, что я смогу это использовать и буду иметь это в виду, когда мы будем проводить эти совмещенные крупные мероприятия для того, чтобы корректировать нашу политику в области науки и образования. А рассказать им, молодым, но уже добившимся успехов во многих научных областях, есть о чем. В своих репликах студенты подняли и вопросы актуальности подходов в современном образовании, и престиж профессии учитель. Говорили о необходимости интеграции зарубежных способов медицинских изысканий в российские реалии и запросе на профессиональные педагогические конкурсы уже во время студенчества. Отмечали, что Сириус дал им многое, и они готовы делиться своим опытом с подрастающими талантами в регионах. Иван Утешев заговорил о болевой точке – реализации национальных проектов. Отметил, что ответственность за их выполнение лежит на каждом, чем заслужил безусловное одобрение главы государства. Но выпускник Мордовского лицея для одаренных детей настойчиво требовал конкретики. Владимир Владимирович, а чем конкретно, на Ваш взгляд, мы можем помочь? А вот знаете что? Нет, я скажу, я Вам скажу. Ответ будет, на первый взгляд, даже несколько таким простоватым и примитивным. Просто нужно хорошо делать свое дело тем, чем Вы занимаетесь и что Вам нравится. Вот здесь люди самых разных направлений представлены – искусство, образование, наука, спорт. И можно точно совершенно найти место приложения своих сил в большом перечне этих национальных проектов, реализации которых мы сейчас занимаемся. И делать хорошо свое дело, первое, а второе – принимать участие в жизни с стороны активно. Чем заниматься Иван определился давно и буквально за год достиг результата. В 2013 году он стал первым золотым медалистом Мировой Олимпиады по астрофизике, а затем приносил еще не одну награду в копилку России на мировых интеллектуальных соревнованиях. Сейчас учится на четвертом курсе в Московском физико-техническом институте и уже сам тренирует сборную России по астрофизике. Потому четко поставленные задачи для Ивана Утешева – залог успеха. А еще уроженец 13-го региона предложил развивать систему наставничества в подготовке одаренных детей, в чем Владимир Путин его поддержал. Светлана Лашина, Наши новости.